Тех, кого накануне задержали и кому выдали повестку, стал журналист издания Сотовижн Артём Кригер. А ведь он просто освещал протестную акцию в Москве, несмотря на наличие у него пресс-карты, ярко-салатового жилета и редакционного задания. Журналисты всё равно запихнули его в Тазак, а уже в ОВД выдали предписание явиться в военкомат. Прямо сейчас Артём Кригер присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Приветствую вас, Владимир. Рад вас слушать, рад вас слушать. Я тоже рад вас видеть. Скажите, мне уже коллеги передали, что вы вновь оказались в автозаке. Действительно ли это так? И в чём причина вашего нынешнего, сегодняшнего задержания? Владимир, смотрите, какая история. Не вновь в автозаке, а меня задержали вчера вечером на Смоленской площади у здания Министерства иностранных дел. Я вёл прямой эфир, мы уже с оператором принимали решение, что нужно заканчивать, поскольку были в эфире больше часа. Онлайн был хороший, мы всё показали и приняли решение заканчивать. В этот самый последний момент есть всё на видео, подходят сотрудники полиции и забирают меня и отводят уже, соответственно, автозак. И вот мы вчера вечером приезжаем в УВД Головинская на север Москвы, и мы ночуем в Ховрино. Сегодня мы приехали из УВД Головинского уже к суду. Это у нас тоже север Москвы. Здание уникальное, тут сразу два суда, Коптевский и Головинский. В каком суде нас будут судить, ребят, скажите? И в Головинском суде сейчас тут, помимо меня, ещё 23 человека. Соотношение по количеству девочек и мальчиков, наверное, 50 на 50. И у всех идентичные повестки, то есть 20.2, 6.1. Я правильно понимаю? 20.2 и 6.1. И вот по этой статье сейчас нас будут судить по административному делу в Головинском суде города Москвы. Но расскажите про повестку. Всем ли, как вы выразились, мальчикам вручили предписание явиться в военкомат? Когда это необходимо сделать? Совершенно правильно, Владимир. Всем. Всё, что касается мужчин. Потому что тут не только мальчики. Тут очень много кому. 20 лет есть и 30, есть и 40, 50. То есть любой возраст, на любой вкус, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. И всем выдали повестки. Всем. Абсолютно всем. И я не исключение. Просто про меня стало известно, поскольку я медийный человек, известный. И это растиражировали средства массовой информации. Но также, помимо меня, тут есть совершенно обычные люди. Тут есть преподаватель высшей школы экономики, другие люди, которые не так известны. Понимаете, да? Но им тоже выдали повестки о том, что им нужно явиться в военкомат 6 октября в 9.00 утра по Москве. А может быть, есть возможность пообщаться сейчас с преподавателем вышки? Или у него нет желания? У нас тут есть преподаватель высшей школы экономики рядом. Хотите высказаться, если хотите? Ну, нет желания у него сейчас высказываться. Может быть, немного побаивается. Но, в принципе, мы можем дать комментарии. Мы были бы ряда дать комментарии, но, к сожалению, не можем. Мы сейчас вообще находимся в автозаке. Нас тут очень много. Вот я вам могу показать. Это все люди, которые были задержаны на Старом Арбате или около Старого Арбата. Кто-то там действительно целенаправленно шел на акцию. Кто-то мимо вообще прогуливался. Но вот все они сейчас задержаны. И мы сейчас будем заходить в суд и слушать, какой приговор вынесет нам судья. Надеюсь, что она нам в сутки не даст. Потому что по нашей статье сутки предполагаются. То есть нам могут дать 15 суток. Это максимум. Надеемся, что сутки нам не дадут. И мы ограничимся штрафом. Ну, а что говорится в самой повестке? Можете ли вы ее показать сейчас на камеру? Да, ну, у меня есть. Она сохранена. Она у меня есть сохранена. Сейчас пытаюсь показать. Да, ребят, потише. Мы тут просто в автозаке не одни. Владимир, у нас тут рабочая обстановка. Вот, собственно, эта повестка. Это абсолютно обычная повестка, что я вызываю с военкоман для уточнения личной информации, вручения мобилизационного предписания, при себе иметь паспорт, военный билет. Но я не служил в армии. У меня нет военной специальности. У меня нет военного билета. Вот. Я обучаюсь в УЗЕ до четвертом курсе. Как раз вот сейчас дипломная работа. То есть в этом плане у меня есть отсрочка. То есть я думаю, я думаю, что тактика сейчас, наверное, запугать как-то людей. Понимаете? То есть вот выбрали они такую тактику. То есть абсолютно идентичные повестки они дали. То есть они выдают повестки. Например, мне эта повестка, она вообще никак не подходит. У меня нет военного билета. У меня приписной, потому что я не служил. У меня нет военной специальности. Но они абсолютно дают идентичные повестки тем людям, которые уже служили, прошли срочно контрактную службу. И тем людям, которые не служили и никакого отношения к военному делу не имеют. Вы, наверное, беседовали со своими товарищами по несчастью. А вот они собираются ли, как говорится, в повестке пребывать в военкоматы? Они, да, разные. Да, Владимир, тут сотрудники полиции. Сейчас будем отключаться. Разные мнения. Кто-то пойдет, кто-то нет. Не боитесь уголовной ответственности? Да. И они? Нет. 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 Спасибо большое за этот комментарий. Мы беседовали с журналистом Сотовижена Артемом Кригером. Он включался прямо из автозака. Ночь он и еще несколько человек провели в отделе полиции, куда были доставлены накануне после акции против мобилизации, которую объявил Владимир Путин и Министерство обороны. Ну, я хочу призывать вас не только ставить лайки под нашу...